Сообщение премьер-министра Израиля о тайных ядерных разработках Тегерана позволило президенту Трампу вновь подвергнуть резкой критике ядерную сделку с Ираном, которую он считает ужасной для США. Представьте себе, через семь лет срок этого договора истекает, и Иран получает свободу, чтобы создавать ядерное оружие. Это неприемлемо. Иран не сидит сложа руки. Они запускают ракеты, которые выдают за телевизионные спутники, верятся с трудом. Это не значит, что мы не станем обсуждать реальное соглашение. Но существующий договор для Соединенных Штатов является ужасным, включая тот факт, что мы предоставили Ирану 150 миллиардов долларов. Из них миллиард 800 миллионов наличными. И знаете, что мы получили взамен? Ничего. Премьер-министр Нетаньяху отметил, что Израиль уже поделился имеющейся разведывательной информацией с Соединенными Штатами. Белый дом в своем заявлении сообщил, что эти данные были известны властям США и раньше. Эти факты согласуются с тем, что давно известно Соединенным Штатам. У Ирана есть полноценная секретная ядерная программа, которую он пытался, но не смог скрыть от мира и от собственного народа. Соглашение, заключенное в 2015 году между Тегераном и шестью мировыми державами, президент Трамп характеризует как безумие со стороны Запада. Частично как раз из-за того, что срок ограничений на ядерные разработки Ирана истекает уже в 2025 году. Я предполагаю, что еще до 12 мая администрация Трампа выйдет из договора JCPOA и, может быть, изыщет пути для установления новых отношений с Ираном. Мы нашли способ, как себя вести с Северной Кореей. И с Ираном тоже можем найти способ, который бы отличался от прежней многолетней политики умиротворения. Большинство западных стран-союзниц США считают, что соглашение остается наилучшим способом не допустить создания Ираном атомной бомбы. Они указывают на то, что даже премьер Нетаньяху не представил доказательств создания Тегераном атомного оружия после заключения договора 2015 года. В то же время официальный Берлин пообещал тщательно изучить информацию, представленную премьером Нетаньяху. Параллельно госсекретарь США Майк Помпео заявил, что документы, полученные Израилем, являются подлинными и, цитата, «вне всяких сомнений, демонстрируют, что иранский режим не говорит правду». По мнению администрации Белого дома, это может означать, что ядерная сделка с Ираном была основана на лжи и подлежит пересмотру. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев, Настоящее время Америка, Вашингтон. Продолжение следует...